Друзья, привет! Сегодня речь пойдет о выбросах в атмосферу от печи. Да, на самом деле, этому месту есть, то есть какие-то выбросы, они в любом случае существуют, но если соблюдать некоторые правила техники безопасности, так сказать, то будет все нормально. Во-первых, печь нужно ставить на самой высокой точке, если у вас рядом населенный пункт, чтобы когда при изготовлении угля все дымы уходили, получается, по верху. То есть они, грубо говоря, не по улице там расстилались, а от того, что верхняя точка, просто уходили в атмосферу туда наверх, то есть чтобы в деревне даже дыма не ощущалось. Вот я как раз-таки почему и выбрал то место, потому что оно, во-первых, выше, и когда я изготавливаю уголь, у меня в деревне, в этой деревне даже запаха дыма нету. То есть дым уходит по верху, ну прям даже видно, я даже снимал, по-моему, что он просто вот так настилом уходит по верху и он не седает. И, в принципе, мне позволяет в этом месте поставить две печи. Печь у меня шестикул Вова и замещать друг в другую, чтобы в два цикла, то есть одна печь пока остывает, я затопил вторую печь, и никто мне слова об этом даже не скажет, потому что ко мне приезжали даже экологи, архитекторы с администрации, то есть они приезжали не наезжать, а посмотреть, что да как. И я задал вопрос им про вот эти как раз-таки выбросы, но они говорят, ну что, штраф 30 тысяч. Я такой, а что? Они такие, да пошутили, работай. На самом деле, если делать официально, то за выбросы вот эти, ну за грязные выбросы, там значительная сумма средств нужно вложить, чтобы это все окупить. Поэтому на одной, на двух печах смысла нет официально платить за выбросы, за это все дело. У меня официально это только ИП. То есть я, как официальный индивидуальный предприниматель, я плачу страховые, пенсионные взносы, но за выбросы я не плачу. Если платить за выбросы, то смысла нету бы вообще заниматься. Там такие суммы, что это просто капец. Поэтому если тихо, аккуратно работать, никому не мешая, соблюдать вот это, соблюсти самое главное правило, это то, что печь должна быть выше, ну, печь должна быть на самой верхней точке, чтобы дым уходил поверху, то вам, в принципе, никто ничего не скажет. Если не будет жалоб от населения, то все будет нормально. Но как у меня пока происходит, фу-ть-фу-ть-фу, никто ничего не говорит. Хотя все знают, что я делаю уголь, и никто не ощущает в деревне этой, что я все время копчу и дымлю. И в основном самый пик выделения дыма это первые сутки. Ну, первые даже где-то 16-18 часов, когда древесина прогревается, и начинается обильно выделяться влага. То есть вместе с дымом, с продуктом изгорания, выходит еще и пар. Поэтому дым, он белого цвета, и если вот на дымоходе держать руку вот так, или какую-нибудь бумагу, она быстро намокает. То есть это говорит о том, что выделяется влага в виде пара, и поэтому такой густой, плотный, белый дым. В нем, я бы не сказал, что там концентрация какая-то слишком завышена, если соблюдать вот эти правила. По дымоходу это второе правило, то что дымоход не должен быть там, не знаю, трехсотка, труба, чтобы с такого объема, естественно, там когти будет охрененно сильная. У меня же дымоход где-то 150. Ну, я померю вам, если нужно будет. И в принципе, оттуда не так много дыма выделяется. Вот. Ну, смотрите дальше. Я снял также возле печи, как это все работает, как выделяется дым. В первые сутки выделяется такое большое количество дыма. Во-первых, из-за того, что вместе с продуктами сгорания выходит еще пар. То есть то, что сейчас в первые сутки древесина сушится, выходит обильно пар. То есть водная часть. Поэтому так сильно, такое сильное копчение, как будто бы кажется. И вот, поэтому белый юбин. Здесь видно, что так же. Вот капает вода. Здесь капает вода. С того крана вода. Горит. Просто был такой один комментарий. Выброс. Это очень вредно. Проломить бы тебе башку. Вот, на самом деле, сейчас у нас в России два типа людей. Первый тип – это люди, которые что-то делают. И второй тип – это люди, которые обсуждают людей, которые что-то делают. Вот. Хорошо паровозит. Снежок идет. Видите, дрова для топки. Самое говнище мы топим. А более-менее нормальное, у которых сердцевина целая. Мы закидываем в топку на изготовление угля. Еще один момент, очень важную роль играет – это сырая древесина или сухостой, как у меня. Самое говно содержится как раз-таки в коре. То есть, если свежую древесину ложить, березу ту же самую, то да, то там выбросов охренеть каких. Там формальдегиды всякие, ну, смолы различные. Там реально дофига чего выделяется. Вот. А в сухостой же намного проще. То есть, я сухостой ложу без коры. Она уже очищенная практически. То есть, в этом случае абсолютно минимальное выделение всяких смол, формальдегидов, вредных паров, газов. А большая часть, как я и говорю, там сгорает все внутри в печке. Поэтому, если вы хотите начать работать, то начинайте работать именно с сухостоев, то есть, без коры. Это значительно, ну, это большую роль играет. Также у меня есть товарищ, у него пять печей. Он реально фуру в месяц делает на угле. Вот, покажу. Тоже видео есть. Я снял, когда к нему приезжал. У него видно, что у него с печки выделяются там реально клубы дыма. Потому что, во-первых, потому что у него диаметр трубы здоровый реально. То есть, там реально все говно выделяется у него. Но, тем не менее, он уже работает пять лет. Как бы никому не мешает. Жалоб на него нет. Все нормально. Так что, поэтому, так что кто не рискует, тот сидит голодный дома. Вот. Ну, и как бы еще, к вам как бы не придут сразу там, не знаю, штрафовать, там, деньги с вас поиметь. К вам, даже если у вас будут какие-то жалобы, к вам придутся, во-первых, с предупреждением о том, что нужно исправить печь, либо очистные сооружения поставить. И уже вы будете думать тогда, что делать. У меня же была идея такая, что я вот это тепло печи хотел использовать, ну, пассивное тепло печи хотел использовать для выращивания овощей в теплицах. То есть, хотел рядом с бочкой поставить теплицы. И вот это тепло использовать, халявное тепло, да, использовать уже для отопления теплицы. Ну, а я от этой идеи ушел, как бы, и пришел к идее, то, что с бочкой рядом я поставлю сушильные камеры. Ну, я снимал видео, где я получаю, возможно, получу грант на 3 миллиона, как раз-таки на сушку трав. То есть, идея такова, что использовать вот как раз-таки тепло печи для сушки. И поэтому, даже когда вот ко мне будут, допустим, приезжать, я буду говорить, ну, ребят, смотрите, у меня как бы эта печь задействована для изготовления тепла. То есть, за счет ее тепла я работаю на сушильной камере. Соответственно, вопросов ко мне будет меньше. Ну, и вот, в принципе, если в таком духе работать, то будет все нормально.